Здравствуйте! В эфире авторский исторический цикл «Правда о войне 1812 года» и я его автор и ведущий Евгений Понасенков. Сегодня у нас наша седьмая встреча и, наверное, самый важный вопрос. Как на самом деле относились все сословия Российской империи к войне? Была ли она народной? Как отреагировало крестьянство? В какое участие принимало дворянство? Ну, вот все вопросы связаны с духом этой войны. А это же наиболее интересный момент, потому что во всех учебниках с детства, в книжках популярных и во всех передачах юбилейных мы слышим, как бы нас зомбировали этим тезисом, что народ так как-то страшно поднялся, и вот война была отечественная, народная и все прочее, и все прочее. И действительно, я рос в диктате этой информации, этой точки зрения, в этой монополии. И вы знаете, когда я стал самостоятельно читать книги, связанные с войной 12-го года, я имею в виду не вот эту макулатуру идеологическую, а документы, письма, рапорты, мемуары, записки, дневники участников событий, очевидцев, современников, я вдруг неожиданно для себя стал осознавать какую-то странную вещь. Вот все, что я читаю, оно никак не совпадает с тем, что нам, так сказать, как зомби сообщают, с тем, чем идеологическая машина государственная кодировала людей 200 лет. Ну, не совпадает. И я стал задумываться, это было еще в юности, я стал задумываться, вот почему, как это происходит, и в чем истина, и как бы действительно, был ли такой невероятный патриотический подъем в Российской империи в 1812 году. Ну, я бы сказал, что здесь надо вспомнить такой детский синдром, как синдром примитивного сознания. Действительно, если человек, организм человека, молодой, неопытный, и, в общем-то, организм государства и народа тоже может быть таким же, то он не задается какими-то серьезными вопросами. Ну, допустим, очень простой пример. Сказка детская про Карлсона. Вы помните момент, когда малыш забирается на спину к Карлсону, и они летят на крышу к Карлсону. И никто не задумывается над тем, почему пропеллер Карлсона, так сказать, этого малыша не превратила в мясной ряд. Вот как так получается? Это потому, что дети, у них примитивное сознание, простое. Они верят всему, что сказали. Сел, полетел, прилетел, все нормально. Нет вопросов. Так и здесь. Ну, давайте возьмем, вот, обсудим этот пропеллер, связанный с 1812 годом. Империя. То есть, очень разные регионы в рамках одного государства. Разные национальности. Причем, те, которые присоединены были к Российской империи насильно и недавно. Я имею в виду, например, польские провинции, Литва. Ну, то, что происходило по первому, второму разделам Польши. Вы знаете, там вся Восточная Европа была перекроена. В 70-е годы, в 80-е годы, в 18-го века. Таким образом, как бы, запад, западные регионы, западные губернии России, они уже не могли быть сильными патриотами вот этой страны, в которой они недавно насильственны. Также недавно была присоединена Грузия. Она добровольна, но, как вы понимаете, все совсем случилось недавно, и тоже они не смогли осознать такого большого срадства. Более того, рекордский набор в Грузии в 12-м году не производился по решению Александра I. А война захватила очень небольшой, очень узкую полоску территории, потому что старый Смоленский тракт, в общем, это бездорожный тракт, там дорога часто немощенная, она очень узкая. И французские войска, войска Великой Армии, они практически не удалялись на фуражировки, на поиски пищи далеко, потому что плохо знали регион, почти не было нормальных карт, и, так сказать, опасались крестьян и так далее, и так далее. И они прошли до Москвы очень узкой полоской. Все губернии после Москвы, они знали о войне очень такую относительную информацию. Итак, мы имеем теоретически, что вот империя, в которой много этносов, много народов, многие присоединены недавно и так далее, и так далее. Дальше, социально, что у нас происходит? Крепостное право. Люди-рабы на положении животных, их можно, с ними можно все что угодно делать, их можно распродать по одиночке, как вы знаете, распродавали отдельно жену, отдельно мужа, то есть это было нормально, с людьми поступали как с животными. И если у человека нет прав никаких, вообще никаких прав, да, то откуда же у него право на патриотизм? Или как получается, что нет прав совершенно никаких, в том числе не то, что на достойную жизнь, а даже на жизнь, пожалуйста, можно ее лишить, но вот одно право мы вам оставляем. Вы понимаете, здесь я бы вспомнил Льва Николаевича Толстого, который, раздумывая над предисловием к войне и миру, записал такую очень любопытную и показательную фразу. Вот что он сказал. Кто не испытывал того скрытого неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 1812 годе? Почему, откуда у Толстого вдруг такое мнение? Наверное, он от современников событий слышал какую-то объективную достоверную информацию и понимал, что действительно, в общем, подъема-то, может быть, такого серьезного и не было. И действительно, ну откуда ему взяться? Кто с кем должен быть един? Кто за что должен сражаться? Крестьяне должны сражаться за помещиков, помещики за крепостных крестьян, литовцы за москвичей. То есть непонятно, не совсем ясно, кто за кого. Но если говорить о, допустим, вот мы так обкорнаем страну до региона исконно русского и дальше обкорнаем до общества, которое умело читать и писать, то есть это совсем-совсем географически не так много, а статистически вообще, если вот те, кто умели читать и писать, это лучше даже не думать, насколько это мало, насколько не соответствует это масштабам страны, масштабам империи. Вот что Александр Сергеевич Пушкин писал в Рославлеве, в своем романе, как бы давая характеристику заступникам Отечества, патриотизм которых являлся лишь в пошлых обвинениях в французомании, в грозных выходках против Кузнецкого моста. Ну, на Кузнецком мостике были, вы знаете, все французские магазины, они попали первые под обстрелы наших псевдопатриотов того времени. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществе решительный верх, и гостиные наполнились патриотами. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский, кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи, все заклялись говорить по-французски, все говорили о пожарском именении. Затем мы читаем воспоминания Хмутовой, очень любопытные воспоминания о войне 12-го года. Когда вначале не верилась, что еще не верилась возможность появления Наполеона под стенами Москвы, как только Наполеон перешел в Неман, все пылали патриотизмом. Молодые девушки воображали себя то амазонками, то странницами, то сестрами милосердия и примеривали на себе соответствующие костюмы. Тогда играли в патриотизм, и князь Вяземский вербовал полк из женщин, давая пароль «Эмэ ту жух», вот такой дивный патриотический пароль в полк, в женский полк. Так было 22-го июля. А уже 10-го августа, когда французы стали придвигаться ближе к Москве, эти горячие патриоты с видом отчаяния думали только о бегстве и о том, чтобы увести свое добро или зарыть его в землю, либо замуровать в стену. «Бледные и трепещущие, они покрывали стены постоялых дворов чувствительными надписями». Дальше идет текст по-французски, но смысл их «О боже мой, что же мы все будем теперь делать?». Но и это чисто внешнее возбуждение далеко не простиралось на всю Россию. В Тамбове, пишет дворянка Волкова 30-го сентября, «Все тихо, если бы не вести московских беглецов, да не французские пленные, мы бы забыли, что живем во время войны». Ну и так далее, и так далее. То есть действительно, тогда не было интернета, телевидения, и многие губернии, вообще до многих отдаленных губерний сибирских, информация о том, что началась война, она дошла не сразу. И вообще многие плохо понимали, где что происходит. Про крестьяна вообще молчу, они не знали географии дальше соседней деревни. Поэтому говорить о том, что они были большими патриотами страны, которые они даже не представляли, где живут, где вообще Запад, Восток, где кто, где Франция, где Литва, где Польша бывшая, где Грузия, где Австрия, где вообще какие страны, кто на их наступает, неизвестно. И наступали кто? Бусурмане. То есть бусурмане, кого изначально называли турок, называли бусурманами. Вообще степень безграмотности населения, а 98% это крестьяне, из них большинство, абсолютное большинство безграмотны. Вот этот уровень оставляет, желает лучшего. И таким образом мы тоже не можем говорить о том, что они вообще осознавали, что происходит, кто на них наступает и против чего они борются. Но у нас есть термин «отечественная война». Отечественная, значит, она имеет отношение ко всему отечеству. Мы к этому термину привыкли. Но когда я опять-таки стал читать документы, материалы, я стал удивляться. Но откуда мы этот термин взяли? Вот была одна война против Наполеона в 1805 году. Александр I пошел войной на Наполеона, на Францию, и его разбили под Устерлицем. Александр I пошел второй войной на Францию в 1807 году, его разбили под Фридландом. То есть два раза не дошел. В 1812 году Александр I собирал силы, собрал коалицию, как мы в прошлых передачах узнали. Собирался пойти на Францию, но прусский король Фридрих Велегель III испугался портить отношения с Наполеоном, чтобы еще раз Наполеон прошел сквозь его королевство. И открыто Александр не поддержал. А маршал Наполеон Бернадот, предатель ренегат, предложил, вот теперь вы давайте воюйте с Наполеоном, но на своей территории у вас такое пространство, такой холод, вам это поможет, что действительно и помогло. Александр начал войну на своей территории. И действительно так и назывались все исследования серьезных историков в первые годы после войны. Вот, например, Михайловско-Данилевский, один из известных историков того времени, как он называет войну 806-7 годов, там, где разбили под Фридландом. Описание, вот титульный лист, описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 году. Также называется и первая война 1805 года. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном, это русские исследователи. Первое серьезное исследование военного историка Бутерлина, который был военным настоящим и участвовал во всех кампаниях начала 19 века, и в 12-м году сражался, был в огне. Вот, пожалуйста, история нашествия императора Наполеона на Россию в 12-м году. Никакого слова Отечества не существует. Более того, это на самом деле вот этот титул 1937 года, но Бутерли написал свою книжку в 1820 году, опубликовал ее в 1923-1924 годах на французском языке, потом ее перевели на русский, тут же, в этом же, в 1823 году, издали двухтомник, и вот у меня репринтное переиздание второго издания 1837 года. По-французски эта книжка называется, потому что все русское офицерство образовано, но, естественно, все патриоты, все говорили и писали по-французски, оно называется «Военная история кампании в России». Все, кампания в России, военная история кампании в России, никакого слова отечественной. В переводе на русский, в официально одобренной цензуре, нашествие императора Наполеона на Россию. Откуда берется термин «отечественная война»? Вот такой пылкий, мощный, идеологический, откуда термин берется на исследованиях о войне 12-го года. Все очень просто. Как это происходит сверху по указке царя. Когда нужно было отпраздновать красивый юбилей войны 12-го года в 1837 году, Николай I, как его прозвали, Николай Палкин, который не очень понимал, как проводить модернизацию России, как делать крестьянскую реформу, и понял, что лучше накатить идеологией, чем какие-то получить успехи в экономике и в культуре. У нас ведь когда начинается вообще идеологическое давление со стороны государства? Когда нет никаких успехов в реальной жизни? Вот все плохо в экономике, все плохо в культуре. Шпана, так сказать, пьет пиво во дворе, все очень плохо, но зато начинается воспоминание, выдумки про великое прошлое. Кого мы когда победили, хотя никто не знает когда, где на самом деле. И начинаются большие слова, что мы все едины, мы все непобедимы, и появляется термин. И термин появился. У меня в руках замечательная книга, вот я очень люблю этот владельческий переплет, старинная книга в собрании сочинений Александра Ивановича Михайловского-Данилевского. Генерал-лейтенант, член военного совета, сенатор, председатель военно-ценсурного комитета и ординарного академика Императорской академии наук. Называется описание отечественной войны 1812 года. Переворачиваем страничку. Военно-ценсурный комитет новое издание с их сочинений печатать разрешает. В типографии штаба отдельного корпуса внутренней стражи. Вот где печаталась эта книга. Кому посвящается государю-императору Николаю Павловичу Самодержцу всея Руси? Переворачиваем предисловие. Ваше императорское величество едва выходили из отроческих лет, когда Запад Европы, дом и непобежденным дотоле завоевателем, нахлынул на страну, ныне врученную вам Богом. Переворачиваем страницу. Дальше словословие к Николаю Первому, который не принял участие в войне по малолетству, но и зато сохранил жизнь, как тут написано. И маленький нюанс. Ваше императорское величество соблаговолили повелеть составить описание сей достопамятной эпохи. То есть по высочайшему повелению. И так далее, и так далее. Как вы думаете, вот после всего этого, что печатается в отделении корпуса внутренней стражи, посвящается Самодержцу, сделано по высочайшему повелению, о какой правде концептуально, о какой истине может здесь идти речь? У меня очень большой вопрос. Но здесь появляется на крупном, серьезном, толстом исследовании, появляется слово «отечественная война». У Бутурлина, историка, этого слова еще несколько лет назад не существовало. Было всего лишь кампании в России, война в России. На самом деле, действительно плохо, когда вот так по указке все у нас происходит. Но давайте сравним биографии Михайловского и Данилевского и Бутурлина. Они очень похоже начинаются и, тем не менее, имеют большие различия. Оба они родились в 1790 году. То есть, когда им было 21-22 года, началась Великая эпопея 12-го года. Михайловский и Данилевский, он был сыном директора госзаемного банка. И начал там же, как обычно, работать, как у нас обычно, кумовство. Ну, понимаете, бывает, он там стал работать. Потом уехал учиться в Гитингенский университет. Вернулся, работал при штабе, то есть в обозе. А Бутурлин, он был всегда военным офицером и всегда был под огнем. Вот такие две непохожие биографии, которые... Это одногодки, оба военные историки, но биографии не совсем схожи. Более того, если Михайловский и Данилевский говорят о том, что вот единение всех сословий вокруг трона, вот так обожали друг друга крестьяне и помещики, и все любили царя невероятно, то Бутурлин совершенно не заметил никакого народного подъема в 12-м году. Вот, ну, совершенно не заметил, хотя участвовал в этой войне и ее изучал, и написал очень интересные, полные фактами исследования, но никакой роли народа там не заметил. Ну, может быть, так сказать, был невнимательный, возможно. С другой стороны, давайте подумаем на следующий вопрос. Крестьянство в войне 12-го года, а крестьянство, вы понимаете, в начале 19-го века, это фактически все население России. Что мы знаем? Мы знаем, что в 12-м году было как никогда высокое количество, большое количество крестьянских антикрепостнических выступлений. И большая часть переписки между дворянами и офицерами русской армии заполнена страхом, колоссальным страхом перед тем, что народ перейдет на сторону армии вторжения. Все боялись только одного, как бы Наполеон не объявил крестьянскую войницу. Но поскольку, ну, как мы знаем, Наполеон не собирался воевать с Россией, а ему нужно было, чтобы Александр I выполнял условия Сильзитского мира, это была война для него политическая, естественно, он бы не стал делать такую диверсию социально-экономическую. Ему важно было, чтобы Александр I, наконец, взялся за ум и продолжил выполнять условия мира. Если бы он объявил отмену крепостного права, конечно, Александр никогда бы его союзником стать не мог. И даже когда Луи Николя Даву, маршал Наполеона, в Минске попытался в нескольких деревнях отменить крепостное право, и там по собственной воле, и там крестьяне тут же, которые вот у нас все едины, соборный народ, православие, крестьяне тут же перебили, перерезали всех помещиков, никто работать не стал на собственной земле, они все тут же стали пить горькую. Наполеон тут же написал Даву, чтобы немедленно все вернули в прежнее состояние. И больше таких экспериментов не делать. Вот посмотрим на любопытный нюанс, который характеризует ситуацию патриотическую в обществе в московском районе. Вы знаете, все, наверное, потому что персонаж известный, Федора Ростовчина, московский градоначальник, который выпускал специальные, так сказать, афишки свои против французов, такие залихватские, в псевдорусском стиле, ну и так далее, и так далее. А в частной переписке больше всего боялся того, что русский крестьянин поднимется на дворянство. Он устроил в самый день Бородинской битвы, перед тем, как французы уже, так сказать, подошли вплотную к Москве, устроил театральную, такую театрализованную акцию, смысл, который не всем сразу стал понятен. Дело в том, что историки знают, что когда Наполеон занял Москву, то у него в руках оказалось по недосмотрению и по низкооперированности действий Кутузова и московского градоначальника, весь у него оказался Наполеон у захватчика весь арсенал. То есть 129 пушек, 75 тысяч ружей, 40 тысяч сабель, огромное количество патронов и снарядов, ну в общем, целый арсенал. Этого наши умные товарищи вывести не смогли, вовремя не подумали. Но при этом мы также знаем, что Ростовчин открыл арсенал и стал раздавать оружие народу для самообороны города. Но мы также знаем, что Наполеон взял арсенал полностью, нетронутым, вот все, что я перечислил, и пушки, и ружьи, и сабли, все. Как эти две информации между собой сочетаются? А сочетаются они очень просто. Дело в том, что Ростовчин понимал, что когда Наполеон войдет в Москву, и русская армия уйдет из Москвы, то как раз народ-то может сам и захватить арсенал, и взять оружие самолично. А если они возьмут оружие, то есть 75 тысяч ружей, то возможно они его повернут не против Наполеона, а против крепостников, помещиков, против него и так далее, и так далее. Этого он не хотел. Поэтому он театрализованно устроил раздачу нескольких сотен поломанных ружей, у которых там был сломан замок, у которых не было патронов и так далее, и так далее. Для того, чтобы все думали, простой народ думал, что вот именно это и есть оружие из арсенала. Дело в том, что перед вступлением французов в Москву началась паника. И все ринулись убегать из Москвы. Подвод, то есть телег не хватало. Это было полутрагическое, полукомическое бегство. Но в начале Ростопщин запретил покидать Москву непривилегированным сословием. Поговорим об этих событиях. Приведем выдержку из описания Вигеля, относящихся к последнему дню, то есть ко второму сентября, когда французы уже были на устьян Москвы. Приближаясь к заставе, толпы людей становили все гуще и гуще. Против же ее с трудом мог он, то есть брат Вигеля, подвигаться вперед посреди плотной массы удаляющихся. «Беспорядок» являл картину единственной в своем роде, ужасную и вместе с тем несколько карикатурную. Там виден был поп, надевший одну на другую все ризы, державший в руках узел с церковной утварью, сосудами и прочим. «Там четвероместную тяжелую карету тащили две лошади, тогда как в иные дрожки прижно было пять или шесть. Там в тележке сидела достаточно тучная мещанка и купчиха, или купчиха в парчевом наряде и жемчугах во всем, что не успел уложить. Конные, пешие валили кругом, гнали коров, овец, собаки, велико множество следовали за всеобщим побегом». И вот это бегство попов, которые надели на себя все ризы сразу, чтобы все золото с собой, всю церковную утварь унести, вот это, конечно, встречается во многих описаниях. Я вспоминаю в этот момент замечательный эпизод из фильма «Легкая жизнь», где играет великая Фаина Раневская. Она играет спекулянтку и приходит в гости к клиентке, которая играет тоже потрясающая актриса, Вера Морецкая. И знаете, что в СССР ничего нельзя было купить, особенно из приличной одежды западной. Те, у кого были деньги какие-то, они не хотели носить с большевички, с фабрики большевичкой. Вот Раневская показывает ей все эти кофточки западные. Вдруг звонок в дверь, там оказывается молоко принесли, но пока об этом не знают. Раневская думает, что за ней пришли из милиции. Она быстро-быстро на себя надевает все эти кофточки и оказывается вот напихтеренной во всех кофточках сразу. У меня, вот как только я читаю про попов во всех ризах, одновременно сразу возникает образ Фаины Раневской в этих кофточках. Что, в общем-то, знаете, всегда в истории химической и трагической очень близко. И совершенно невозможно это разделить. Что в этот момент, в момент такой катастрофы, потому что гибли солдаты, потому что выжигали собственные поместья, собственные дома, оставляли дома люди и так далее. Что в этот момент делал самодержица всероссийский, так сказать, помазание Божией Александр I, который, собственно, заварил всю эту кашу, который в последние годы сражался с Францией совершенно за свои личные амбиции. Вот чем он занимался? Он, простите меня, свистел. Вот в прямом смысле этого слова дело в том, что император Александр Павлович, его одним из главных хобби был художественный свист. Надо сказать, что он вообще не любил мужскую компанию, он больше любил женские салоны и женскую компанию, потому что дамочки ему аккомпанировали мелодии. Вот он свистел, а они аккомпанировали. А в мужской компании, в компании кавалергардов над ним подсмеивались, это как бы с юности, ему это очень не нравилось. В общем, он свистел во время всех этих трагических событий. Итак, вот теперь поговорим про единение всех сословий, всех этносов и патриотизм в 12-м году. Крестьянство восстает против помещиков. Помещики в лице, кстати говоря, Кутузова, который был крепостником, у него было 5500 крепостных душ, давят это с помощью солдат более чем кровавым образом. Восстание Пензенского ополчения, это было очень кровавое подавление этого восстания. Соответственно, внутри крестьянства крестьяне государственные, казенные крестьяне были указом Александра освобождены от необходимости идти в ополчение. Их возненавидели, соответственно, крестьяне крепостные, которые должны были идти в ополчение. Но в ополчение помещики поставляли только калечных, старых и больных крестьян, но не только, но в основном, потому что боялись, что они не вернутся обратно. Потому что Александр I уже в 1806 году созывал ополчение, чтобы идти войной на Францию, когда никакой опасности для России не было. И тогда Александр I обманул всех и не вернул ополченцев обратно их хозяевам-помещикам, он их взял в рекруты. Это 25 лет служить, то есть они в хозяйстве уже больше непригодны. Все друг друга ненавидели. Это был такой серпентариум единомышленников. Интересов ни у кого общих никаких, естественно, быть в этой ситуации не могло. Казаки грабили, что могли. Кутузов каждый день получал рапорты, что казаки ограбили того, того, того. Что они ограблены, когда французы вышли из Москвы с каким-то там скарбом. Казаки это грабили, увозили их к себе на вольницу. То есть я про это не говорю, потому что в Литве праздновали день рождения Наполеона и его жены Марии Луизы, праздновали взятие Москвы. Там хотели восстановление Великой Польши и все прочее. Что касается священничества, то вы понимаете, у нас есть пример 1941 года, где вы знаете, с кем сотрудничали те священники, которые оказались на оккупированной территории. И священники в 12-м году сначала призывали к борьбе против Антихриста, поскольку, как я вам рассказывал в других передачах, Наполеон дважды был отлучен от православной церкви. Это очень эффективно вообще, отлучать католика от православной церкви. Но Александру Первому это нужно было по политическим причинам. Причем первое отлучение было в 1806 году. Потом Александр Первый был вынужден с ним целоваться, обниматься с Антихристом в Тильзите. Это было отменено, поскольку Синод был министерством и подчинялся императору. А в 12-м году вновь вторая, так сказать, анафема. Вот это такой цирк. И священники очень недовольны были тем, что казенные крестьяне освобождены от повинности идти в ополченцы. А почему попы ненавидели казенных крестьян? Дело в том, что казенные государственные крестьяне, это, как правило, были те крестьяне, которых Екатерина во время секуляризации церковных земель отняла у церкви. Потому что церковь православная была, как известно, одним из главных крепостников. Она также владела, как и помещики, крепостными душами. Причем, естественно, за душу считалось только мужской организм, только мужчина, женщина душой не считалась, как и у других помещиков. Но это православная церковь тогда устраивала. Вот про Александра и про отношение сословий к трону и друг к другу я очень всем советую почитать блистательное исследование профессора Мельгунова, которое сейчас вышло в переиздание Александра I. Вот эта книга. Мельгунов — это профессор, известный русский историк, который все свои основные сочинения написал еще до Первой мировой войны. Это были статьи, потом он их уже в 20-е годы собрал вот в такое исследование, это передо мной переиздание. Я также в своей монографии 2004 года, в своей монографии «Правда войны» 2012 года, обращался к характеру войны и к тому, как друг к другу относились сословия. И могу свидетельствовать, что изучив документы, действительно, можно только поражаться. Но действительно, если бы было такое потрясающее единение всего народа, то как бы Наполеон с армией, полчищи Наполеона, какие полчищи, всего Наполеона ввел порядка 600 тысяч солдат. 600 тысяч солдат — это несколько проспектов Сахарова, это несколько болотных площадей, это одно большое русское поле. Слова Инны Гофф, музыка Яна Фрэнкель, исполняет Иосиф Ковзон. Одно большое русское поле. Если бы действительно весь народ России так вот прям поднялся в едином порыве, то он, естественно, задавил вот это русское поле и очистил бы от захватчиков очень быстро территорию. Но русская армия и русская армия, как в Бородинской сражении, где же боевой дух? Русские имеют больше, чем французы, 150 тысяч, французы — 130 тысяч. Русские находятся в оборонительной позиции. В итоге французы побеждают, русские отступают, оставляют первопрестольную Москву, отступают в Тарутинский лагерь. Вот где тот невероятный святой дух, где тот подъем, который должен был все это захлестнуть и не пустить Наполеона дальше Смоленска, победить под Бородино, не пустить в Москву, выбить из Москвы? Где все это, пока не началась зима и пока Наполеон не расснил коммуникации, пока дизентерия и все прочее? Где вот конкретно, где, так сказать, выигранные сражения? Где огромное количество крестьянских отрядов? Потому что это все в основном просто выдумки про крестьянские отряды. Кстати, первый отряд партизанский вообще возглавлял Винсен Героди, офицер иностранного происхождения, и был он создан отнюдь, не потому что так захотели некие партизаны, некие крестьяне, а потому что его создал Барклай де Толли, как умный человек, понимая, что надо действовать на коммуникации неприятеля. Пусть это не будет серьезным сражением, но на коммуникации надо действовать, чтобы лишать его фуража и так далее, и так далее. Ну и как довесок всему этому, вы понимаете, что с другой стороны, может быть, действительно, от слова патриотизм в 12-м году не надо отказываться, потому что если в этом мы говорим, что там, да, крепостные были рабами, и какой у них может быть патриотизм, но с другой стороны, прав был Генрих Гейны, который как-то очень верно заметил, очень тонко психологически, что отечество раба там, где палка. Ну действительно, задумайтесь над этой фразой, отечество раба там, где палка. Если для меня, для ученого и для человека с все-таки неким кругозором, отечество, родина – это там, где истина. Для ученого, для мыслителя, для человека думающего, просто для любого думающего, мыслящего человека, родина там, где истина. Вот его родина – это истина. Для ученого это, так сказать, финал стремления. То для раба – там, где палка, потому что он привык к этому. Кстати, вот вся история России, она подтверждает, что мы очень любим палку. Мы никак не хотим жить без, там, без диктатора, без Сталина, без мощей, там, неважно, какие это будут мощи, совершенно одного святого или коммунистического святого. Мы никак не можем, нам обязательно надо как-то быть вот в этом всем ужасе находиться. Ну что же, мы посмотрели, как вело себя испуганное дворянство в лице Ростопчина, который обманывал народ, выдавая сломанное оружие. Мы посмотрели, как крестьяне поднимали восстания и бунты против помещиков, как литовцы праздновали день рождения Наполеона, как казаки воровали награбленные из Москвы, как Александр первый во время всего этого ужаса, этой катастрофы своего государства, так сказать, пребывал в Петербурге и, так сказать, насвистал под аккомпанемент дамочек. Но все-таки это так очень серьезное, как-то такое давящее впечатление. Я хочу немножко так внести легкую ноту, ироническую. Вот какие курьезы происходят на почве квасного патриотизма. Вернее, на почве любви к карьере. У нас есть в нашем цехе историческом один исследователь, который очень был большим либералом, когда это было необходимо в начале 90-х годов. Потом, ну, видимо, это ни для кого из наших коллег не секрет, но он хочет стать директором одного музея. Много лет хочет, ему никак этого не дают. Директора меняются, а он никак не директор. И он, чтобы стать директором, постоянно пишет исторические книжки с таким патриотическим пафосом. Пишет, и, в общем, ему это пока не сильно помогает. То есть, почему это помогает? Ну, чтобы директором не становится. И вот одна из последних книжек, она у него такая большинформатная, и даже страница разделена на две колонки. То есть, не сплошняком идет текст, а на две колонки разделено. И вот как он описывает Бородинское сражение. Вот здесь вот, вот буквально здесь, он пишет, что это победа русской армии. А вот здесь вот он пишет, что это победа Наполеона и его армии. То есть, представляете, что происходит с сознанием человека, которого вот так вот крутит псевдопатриотизм. Видите, какая судорога интеллектуальная. Вот когда ради карьерного роста используются самые, так сказать, примитивные, самые простые, самые гнусные для ученого методы, вот здесь, мне кажется, уже надо напоминать, что война закончилась. И сегодня мы всего лишь аналитики, есть ли ученые, или художники, есть ли художники. Там мы можем выдумывать. Но тоже выдумывать, чтобы это было талантливо и эстетски. А все остальное, когда вам начинают сообщать про то единство, которое было когда-то, вы просто задумаетесь, а есть ли оно сейчас, есть ли оно сейчас, с кем вы сейчас едины, с каким классом, с каким городом, с чем конкретно. Я, например, ныне никакого единства не вижу. И последние события это катастрофически подтверждают. Ну что же, эта серия подошла к концу. С вами был я, Евгений Понасенков, и мой авторский исторический цикл «Правда о войне 1812 года». Увидимся. Это Москва 24. Прямо сейчас мы предлагаем вам немного попутешествовать во времени. 200 лет назад светлейший князь Михаил Кутузов прибыл в Бородино. Позиции русской армии располагались на подступах к Москве. Цепь дальнейших событий привела в итоге к возвращению Наполеона обратно в Европу. Что происходило в те дни в Москве и за ее пределами? Как относились к этому представители разных сословий? Восстановить события моей коллеге Елене Толстой поможет Евгений Понасенков, историк, автор монографии «Правда о войне 1812 года». Евгений, ваша монография так и называется «Правда о войне 1812 года», но «Правда, как известно, у каждого своя». Ваша правда на чем основана? Нет, к сожалению, в нашем понимании, что вот много-много-много правд, как в физике, как в математике, в науке, не бывает 50 одинаковых мнений. Есть приближение к истине. В истории все очень просто. Есть документы и логика. Отдельно от документов и логики выстраиваются там мифы государственной идеологии. Они оплачиваются бюджетами. С ними бороться невозможно. Абсолютно это нереально. Но для, так сказать, образованных и интеллигентных людей существует вот такой способ подачи информации, как монография. То есть, по сути, исторические факты и их констатация. Да, и все. Евгений, в своей монографии вы говорите о том, что изначально события войны 1812 года начали идеологизировать. Кто, зачем и почему? Ну, это объективная вещь, потому что государство должно иметь некую идеологию. А тем более государство, в котором проблема с крестьянской реформой, проблема с финансовой системой и так далее, и так далее. Когда есть вот эти нерешенные проблемы реальные, в реальной жизни, да, они у нас практически все переводы истории есть, да, необходимо выдумать мифы о нереальной. То есть, дать какую-то обманку для народа. Как говорил Салтыков Щедрин, на патриотизм стали напирать, значит, проворовались. Но, видишь ли, видите ли, вот в чем дело. Основной, так сказать, накат идеологический начался при Николае I, который к юбилею, к 25-летию, заказал вот книжку «Отечественная война 12-го года». До этого ее так всерьез историки не называли. Но он сам заказал, сам потом правил текст, который написал уже цензор. И с тех пор все вот это, так сказать, началось. Ну вот в тот момент мне очень интересно задать вам вопрос, и очень хотелось бы, чтобы вы на него ответили. Каково было отношение разных сословий вообще к этой войне, и было ли в тот момент такое понятие, как патриотизм все-таки? Да. Патриотизм – очень хорошее слово латинского корня, неславянского происхождения. Его знали дворяне. Они, конечно, не были сильными патриотами, потому что, как сейчас обеспечены люди, жили в основном за границей. Но, что касается крепостных крестьян, а крепостные крестьяне – это абсолютное большинство населения России, понимаете, их продавали, продавали без семьи часто, без земли часто, вот по разным, так сказать, местностям. То есть у них физически не было своей, не то что родины большой, в понимании, так сказать, образованного человека, да, а даже малые родины, даже деревни, потому что у них все это менялось регулярно. И именно в этой связи, именно в этой связи, когда Наполеон вот уже дошел до Москвы, многие уезды вокруг Москвы стали присягать Наполеону, крестьяне, потому что для них, для крепостного раба, кто хозяин, тот, кто пришел. Это уже у них понятие «хозяин» самое главное. Что касается дворянства, образованного относительно, так сказать, сословия, тут вообще любопытно, потому что дворяне уже были обмануты один раз царем Александром, который уже начал агрессию против Наполеона по, так сказать, личной зависти, по личному недоброжелательству в 1805 году. В 1806 году было создано народное ополчение, Александр созвал народное ополчение. Не было никакой угрозы России для того, чтобы идти интервенцией во Францию за свои личные интересы, ну и, конечно, за деньги Англии, потому что Англия платила за каждые 100 тысяч русских солдат, за эту биомассу, по 1 миллиону 150 тысяч фунтов стерлингов, что для крепостнической России, которая не умела зарабатывать, для царя было очень важно, конечно. И этих ратников, это ополчение, не вернули хозяевам, то есть Александр их обманул. И уже в 12-м году помещики отдавали в ополчение нехоти только калечных и больных. Вот в чем была, так сказать, их сильная подлость. И даже князь Волконский вспоминал, что дворянство в 12-м году повело себя омерзительнейшим образом. И Толстой в предисловии к войне мира писал, что «мне стыдно». Вообще, кто не испытывал чувства неловкости, читая патриотические сочинения о 12-м году, именно в плане отношения дворянства. Что касается важного сословия священников, Священный Синод в 1813 году провел собственное расследование, как вели священники на оккупированной территории. Оказалось, что большинство присягнули, так сказать, Наполеону. В отче наш было вставлено имя Наполеона, ему молились. Ну, то же самое было во время татаро-монгольского игоря. 300 лет молились за хана. Собственно, хан ведь дал все эти привилегии православной церкви и земли, и чтобы освободил их от налогов и так далее, и так далее. То же самое было при Гитлере. Когда Гитлер пришел, как вы знаете, тоже многие православные священники, так сказать, молились за здоровье, за здравие Гитлера. Евгений, но тем не менее, с учетом того, что вы говорите, что патриотизма в тот момент, да, как такового не существовало, тем не менее, война все-таки была выиграна. Да, я рассказываю. Понимаете, есть факты, с которыми сложно спорить. Вот Бородинское сражение. Русские имеют 155 тысяч солдат против меньшего количества французов, 135 тысяч. В укрепленной позиции. В итоге французы берут укрепленную позицию, русские отступают и сдают Москву. Если бы был такой невероятный подъем в крестьянской крепостной среде, то, наверное, мы бы не проиграли сражение. Более того, не оставили бы Первопрестольный град. Вдумайтесь в это слово. С отеческими гробами, с гробами князей, и так далее, и так далее. В Москве жилось 250 тысяч населения, 100 тысяч в русской армии, и 93 тысяч уже у французов, когда они подошли к Москве. Почему не защитили город, то есть это стены, укрепления? Ну вот, кстати, Евгений, про Москву. У вас же в монографии есть отдельная глава, которая так и называется, «Кто сжег Москву?» Ну, это не мое, так сказать, открытие. Это уже сейчас все ученые знают достаточно давно. И в СССР писали, и даже в некоторых учебниках советских, что это, так сказать, решение губернатора, генерал-губернатора военного Ростопчина, да, который исполномерно все, так сказать, это поджег. Другое дело, что трагедия. Там сгорели русские раненые, которых не вывез Кутузов. И это одно из, ну, фактически военных преступлений. Больше 20 тысяч. А вот насчет Кутузова. В вашей монографии вы, в принципе, пишете о том, что вы не собирались его разоблачать, но у вас было желание в некоторой степени его очеловечить, может быть. Вы понимаете, разоблачать никого, тем более Кутузова, в 65 лет я не собирался. Это вообще не задача ученого. Задача ученого предоставить факты и выстроить их в как можно более логическую систему. Все. Что касается Кутузова, у Кутузова было два генеральных сражения. В его личной биографии никогда он был под командованием Суворова, Румянцева и так далее. Два сражения. Одно называется Аустерлиц, другое Бородино. Оба проиграны. Причем Бородино проиграно на русской территории, да, когда вроде бы должен был быть подъем и так далее, и так далее. Но, как писал Раевский, как писал Коновницын, как писали многие русские генералы, нами никто не командовал. Потому что Кутузов действительно под Бородино практически не действовал. Подождите, но это действительно исторический факт, что, по сути, Кутузов и не рассчитывал победить Наполеона? Действительно, есть его цитаты, что он не собирался его побеждать, потому что это невозможно. Мы немножко не понимаем значение, так сказать, дарования Наполеона и его влияние на общество, на умы Европы, потому что его репутация была безупречной. И Кутузов это прекрасно понимал. Но, видите ли, в чем дело. Если уж драться, если иметь такой численный привес и оборонительную позицию, хотя бы надо было в этой позиции удержаться. Кутузов этого сделать не смог. И тоже исторический факт. Сейчас, к сожалению, наверное, точно к тексту не смогу процитировать, но, тем не менее, в вашей монографии прозвучала фраза, что Кутузов произнес слова, что, в принципе, плюнул бы в морду тому, кто ему сказал, что он бы победил Наполеона. Да, перед отъездом из Петербурга к армии. Это известная фраза, она даже есть в учебниках, но она очень хорошо характеризует отношение Кутузова вот к этому моменту. Что касается, вообще, Бородина, вы понимаете, вот мы празднуем столько лет, это какой-то раздвоем личности, мы празднуем поражение, которое привело к сдаче Москвы, да, и тратим на это вообще юбилейный бюджет 2012 года. У нас сейчас 2,5, почти 2,5 миллиарда рублей. Но, тем не менее, Евгений, мы сейчас не об этом, а об исторических фактах. Ну, вот, кстати, я бы, как гражданин, отдал бы эти деньги лучше на больницы провинциальные, которые не были в нехорошем состоянии. Ну, еще раз, Евгений, тем не менее, сейчас не об этом, а об исторических фактах. Исторические факты, они свидетельствуют о том, что история России, она очень, как сказать, она часто не меняется. Она, проблемы многие остаются. И что касается, возвращаясь к 2012 году, давайте обратим внимание на крестьянскую войну. Потому что параллельно с локальной компанией Наполеона, вот видите, Россия – это огромная, великая территория, огромная территория. И Наполеон прошел маршем от Вильна, современной Вильнец, до Москвы. Причем прошел очень быстро. Русские отступали со скоростью 11 километров в день. Это представляет, что такое с амуницией, со всем. Так вот, наряду с этой локальной компанией была крестьянская война. И, кстати, крестьянские волнения часто давил Кутузов. И они располагались, распространились на 32 губернии. То есть это была фактически полномасштабная такая гражданская война. И Александр I издал в конце 2012 года манифест с требованием, чтобы крестьяне вернули оружие, снесли в православные храмы. Евгений, действительно очень интересно. Я думаю, что наши телезрители заинтересуются, прочитают монографии. В интернете есть. Вот коротко, буквально за несколько секунд, хотелось бы услышать ответ к этим фактам и к этой монографии. Как академическое сообщество отнеслось? Приняли или наоборот притяговали? На тот момент, когда монография вышла, Андрей Николаевич Сахаров, это глава Института Российской Истории, Российской Академии Наук, он поддержал концептуально все выводы моей монографии. И, так сказать, официально это есть информация, его интервью по этому поводу. Я ему очень благодарен. Сейчас буквально было выступление моё в общественной палате на заседании, посвященном истории и 12-го года, и 1612 года. И также он меня там поддержал. Так что надо просто соединять академическую историю и доносить это до массового зрителя. Вот я думаю, что мы сейчас как раз и донесли. Евгений, спасибо вам большое за этот разговор. А я напомню, что у нас в гостях был Евгений Понасенков, историк и автор монографии «Правда о войне 1812 года». Спасибо большое. Евгений, здравствуйте, большое спасибо, что пришли. Мы в этом году действительно отмечаем 200-летие войны 1812 года. Во все времена её, как мне до сегодняшнего дня оказалось, воспринимали как патриотическое событие. Я ознакомилась, правда, пока бегла с вашей монографией. Вы говорите, что всё было совсем не так, и что, ну, в общем, совсем гордиться нечем. Ну, давайте тогда по порядку. Как началась война, почему? Ну, что же, у меня прямо сразу в эфире гордиться нечем. После этого мне же надо... Нет, конечно, гордиться есть чем. Другой вопрос к кому. Те, кто подставили свой народ, я имею в виду, прежде всего, императора Александра, да, тем, конечно, гордиться нечем. Потому что мы должны понять, прежде всего, как случилось так, что Франция пошла войной на Россию. Вот как это случилось вдруг, да, потому что не было никаких геополитических проблем. На самом деле, рассказываю. Война 1912 года – это часть большой, так сказать, длинной череды войн, которые начались после Французской революции. И Павел I, понимая, что и геополитически, и исторически Франция и Россия должны были быть союзниками, и это же была идея фикс у Наполеона, он пошел на сближение с Францией. В этот момент почти мгновенно Павла убивают по заказу Англии, потому что Англия и Франция – это были старые, так сказать, соперники, экономические, прежде всего. И на престол взошел молодой, неопытный Александр I. Александр I был воспитан лагарпом, швейцарцем, на античных образах. Он ничего не знал про русскую историю, мало знал про европейскую, только про античную. И он мечтал занять место Наполеона, потому что Наполеон был герой, классический античный герой. И у Александра он мало понимал, что такое государство, как им правят, что такое народ. Русский народ он считал варварским. И у него была мечта стать героем европейского масштаба. И он ввязался в войну с Наполеоном в 1805 году. То есть это личный конфликт фактически был такой? Это не личный конфликт, потому что Наполеон была главной идеей, целью политики – это союз с Россией против Англии. Иначе он не мог… Англия спонсировала европейские армии в войне, в коалиционной борьбе против Франции. Это как гидра. Наполеон только ждал один раз, и тут же новые коалиции на деньги Англии. Им нужно было союз с Россией категорически исключить. Но Александр I этого лично не хотел. Поэтому Первая война 1805 года и поражение страшное под Аустерлицем. Александра это не успокоило. Новая война 1807 года, поражение под Фредландом, Тильзитский мир. Наполеон никаких репараций и контрибуций, только подарок России Белостокской области, чтобы только был союз. Александр I, первое его действие – это увеличить расходы на оборону, как только заключили мир. Следовательно, тут же кризис финансовый и так далее, и так далее. В 1810 году три русские армии на границах с герцогсом Баршавским. Наполеон понимает, что новая война неизбежна. И дальше происходит торг между Австрией и Пруссией, опять на чьей стороне? Снова на стороне России или на стороне Наполеона? И Наполеон тем, что он перешел первую границу на Немоне, хотя армия Александра стояла уже два года на границе, и весь торг шел за то, на чьей стороне вновь будут союзники – австрийцы и пруссаки. Он сломил ситуацию на свою сторону, переломил, что Австрия и Пруссия дали корпуса Франции, но они по секретной конвенции с Россией сказали, что не будут серьезно действовать. В общем, русский народ боролся не за интересы собственные, а за интересы лично Александра и Британской империи. И вот уже здесь начинается как раз тот героизм среди солдат и так далее, но вынуждены, поскольку они были на эту войну подставлены. Ну, конечно, это все очень интересно, но у нас, я думаю, времени короткого интервью не хватит, поэтому давайте по основным вашим мыслям пройдемся. Вот вы, например, утверждаете, что Кутузов – не великий полководец, они героическая личность. Нет, знаете, здесь... И такого вообще вофлоги в этой войне нет. Я предлагаю всем думать своим умом. Полководец должен иметь какие-то выигранные битвы, желательно генеральные. У нас вот есть замечательные две генеральные битвы в карьере Кутузовой. Это Аустерлиц и Бородино. После, ну, с Аустерлицем все понятно, с Бородино давайте думать. У русских было 155 тысяч солдатов, у французов 135, то есть меньше, чем у русских. Мы были в оборонительной позиции. В итоге боя оставили оборонительную позицию, затем оставили Москву. Два генеральных сражения. После этого зима и параллельная, это гениальная формулировка ученых, параллельное преследование армии Наполеона, армии Кутузова. Гениальная сражения. А когда она возникла? То есть вы говорите, что вот эта вот мифологизация, она была в два этапа, то есть еще тогда при Александре и потом уже в сталинское время. В основном при Николае I, когда был юбилей, первые 25 лет, вот и крестьянской реформы не получалось, успехов не было особенных, тут восстать декабристов и все прочее. А нужно было какой-то патриотический крючок. Нужно было что-то такое зацепиться. И стала появляться литература соответствующего содержания, которую Николай I правил лично, хотя она была написана уже цензорами, типа Михайловского и Данилевского, но царь правил все лично. И Сталин, кстати, правил все, как вы знаете, лично, и контролировал исследования Тарна Евгения Викторовича и всех остальных. Ну а зачем Кутузова похоронили в Казанском соборе со всеми почестями, если, в общем-то, гораздо позже Николай начал все это мифологизировать? Нет, видите ли, Кутузов, он был все равно во главе армии, которая проставилась тем, что Наполеон ушел из России. Это никак не связано, но, понимаете, всегда есть эффект, эффект театральный, да, что вот у нас есть тоже полководец и так далее, и так далее. Но это вообще никак не связано с историей и с фактами. Вот факт и есть. Сражение, ну, потом можно вспомнить, есть сражение под Малым Ярославцем, например, он выходит из Москвы, и опять Кутузов после Малого Ярославца отступает. Ну, кстати, по поводу театрального эффекта, ну, в основном, у меня и, наверное, очень у многих, ну, школьные учебники мы не берем в расчеты, а основная информация, это, конечно, из войны и мира Толстого. И вот там как раз Александр показан такой, ну, абсолютно театральной фигурой, человеком, который ничего не понимал в войне. Что он вообще делал, когда вот мы сдавали в Москву, когда Москва горела, где был император? Ну, Александр был в Петербурге, потому что его удалили сами офицеры. При армии было еще страшнее, если бы он находился, уже австралийца они имели. И в итоге сестра за него все решила, что она написала письмо, немедленно убираться от армии, иначе будет коллапс. В Петербурге он, простите, свистел. Объясняю, объясняю. У Александра был главный хобби, он художественный свист. И он знал все французские мелодии, популярные наизусть, он их свистел. И он предпочитал женское общество мужском, потому что в мужской компании, в Кавалергарде, над ним еще смеялись, это с юности, вот над этой его привычкой. А да, мы ему аккомпанировали. И таким образом вот он в основном свистел. И просвистел, собственно, все. Ну, видите, это уже, так сказать, мне тяжело, я должен все-таки академический декором соблюдать, чтобы, так сказать, так. Но, по сути, конечно, да. Ну, а все-таки в этой войне есть герои с нашей стороны? Кто был реальным полководцем? Ну, реально, вы имеете в виду, так, выдающимся, да? Ну, конечно, Барклай-де-Толли. Барклай-де-Толли, потому что на нем лежала на его плечах самая сложная миссия. Сначала, как на военном министре, это реорганизация армии. В 1810-1811 год, кстати, по типу французской была реформа армии. Это было очень непросто сделать. И вторая задача – отступать от Немана до назначения Кутузова, до царева займича. Вот все это не только сложно было сделать, поскольку французы преследовали, мы отступали. Это не просто, потому что Наполеон талантливый человек, он мог, так сказать, обойти, взять и так далее. Мы очень быстро отступали. Но, кроме того, мы понимаем, что такое с генеральской оппозицией, с офицерской оппозицией, с тем ропотом, который идет от главного класса помещиков, и они же теряли свои имения, да? И в итоге вот все это, хотя это было по согласованию с Александром Первым, план отступления был принят Александром по идее маршала Бермадотта. Это предатель Наполеона. Он сказал, ну, если вы не можете сражаться, вот так сказать, талантом, а устралийцы Фредланд проиграли, значит, что? Территория. Что? Территория и климат. И, в общем, все это действительно абсолютно четко, здорово сработало. Таким образом, Барклайтовль провел это отступление, все шишки на него полетели, он все это получил. Потом назначили Кутузова, потому что он был настоящим русским барином, крепостником, 5500 крепостных душ. И, кстати, он очень, так сказать, серьезно давил антикрепостнические выступления во время 12-го года, крестьянские. Пензенское, допустим, ополчение, там было страшное восстание. То есть, он был свой человек. И, кроме того, была такая склока между генералами, так, Бениксеном и другими, кого назначили. Потому что все заслуженные, да? И в итоге победил Кутузов, потому что он как бы всех устраивал. Он всех устраивал. Ну, а какие-то народные герои, эти, о которых писали в учебниках истории, они вообще существовали или это все вымышленные персонажи? Ну, знаете, я вам в эфире вот так прямо сейчас до конца не скажу, на самом деле, как было, да? И вообще всем советую всегда читать книжки. Вот здесь монография моя, другие монографии вышли очень интересные. Это есть в книжных магазинах, в интернетах. Конечно, роль преувеличена, потому что изначально и война-то называлась как? Война между императором Александром и Наполеоном. Да, когда она стала Великой Отечественной? Ну, просто Отечественной стало в 1837 году, когда Михайловский-Данилевский выпустил четвертым омник по высочайшему повелению Николая I, да? И, ну, сложно говорить об Отечественной, потому что, ну, вы понимаете, сословия все друг друга ненавидели. Крепостные и крестьяне ждали отмены крепостного права. И помельщики боялись их вооружать, потому что неизвестно, на чью сторону они перейдут. Кроме того, внутри крестьянства были крепостные, были государственные крестьяне, это бывшие секуляризованные у церкви. И они не подлежали призыву в ополчение, соответственно, им завидовали. А церковь ненавидела этих крестьян за то, что они когда-то были церковные, сейчас они свободные. Они говорили, нет, пусть они идут в ополчение. А в ополчение не хотели идти по очень простой причине, потому что в 1806 году, когда не было никакой опасности для России, Александр для войны с Наполеоном уже созывал народное ополчение, об этом мало кто пишет, в 1806 году. И он созвал это ополчение, Радников, для войны, для похода во Францию, и не вернул их хозяевам-помещикам. Он их заковал в рекрутчину на 25 лет. То есть таким образом как бы нарушил такой, ну что ли, закон, да? Ну мы сейчас совсем немного об этом поговорили, на самом деле можно было бы говорить гораздо дольше. Время интервью вышло, я посоветую просто читать всем монографию. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Спасибо. Евгений, здравствуйте. Ну, объясните, знаете, я как теща задаю вопрос в известной рекламе, что не так? Вы понимаете, давайте сначала обозначим систему очков, через которые мы смотрим на эпоху 12-го года. И это очки разных цветов, не только розовые, там есть и черные, там есть и полностью закрытые. Дело в том, что, ну вспомним с детства, галерея Зимнего дворца, военная галерея Зимнего дворца. Её автор симптоматичный и очень показательный. Станя, извини, нам надо будет начать сначала, и вот в чём проблема. Я, наверное, не сориентировал тебя по времени. У нас 10 минут. 10 минут. 10 минут. Не проблема. Поэтому без, понимаешь, это будет общая программа, поэтому ты сразу переходишь к делу. А в подводке я говорю такую вещь, что как бы вот отпраздновали, Путин сказал слова, что это вот... А ты с этого начал спрашивать. Да-да-да, я сказал, что... Подводка такая, что торжественно отпраздновали, что это большое событие. Да, вот я всегда с этого начнём закончить. Путин сказал, что, я цитирую его, что это две были отечественные войны, вот 41-го года и вот эта война, вот эти войны, которые имели значение даже для всего мира. И вот после этого, сказав, я поворачиваюсь, можно, да? Да-да, пишем. Я, тишина, я поворачиваюсь и говорю, Евгений, добрый день, ну вот я как тёща хочу вас спросить в известной рекламе, что не так? Вы знаете, в общем-то всё так, но смотря для кого. Для режима, который испытывает крайний недостаток в реальных победах, в экономике, в культуре, в политике, на международной арене, да, необходимы какие-то выдумки, масштабные выдумки о прошлом. Нужно найти какую-то победу, постоянного врага, связать его с внутренними врагами. И надо сказать, что Путин, конечно, не новатор. Николай I, собственно, он изобрёл вот эту байку про отечественную войну, ведь в 1812 году никто отечественной всерьёз не называл, да? Ну, кто мог назвать крепостные крестьяне или временно оказавшиеся на родине дворяне, вдруг, потому что в основном жили за границей. К первому юбилею 25 лет Николай I, стагнация крестьянской реформы, необходима была, так сказать, помпезная юбилейная дата. Празднество. Первое. Второе. Вот сейчас 200 лет. Действительно, поразительная история. Люди поехали на Бородинское поле, посмотрели реконструкцию. И мне возвращаются люди, звонят. А почему мы приехали, вымокли под дождём, нас не пустили на трибуны, потому что там было, тут правительство, там, значит, был угол обстрела, который опасно садится, потому что можно попасть не по тем. И оказалось, что мы просто как оплёванные. Французская армия взяла все укрепления русских, русские отступили. Что же мы празднуем? Почему мы празднуем победу под Бородино? Ну, и вот ответьте на этот вопрос. Что же мы празднуем? Потому что здесь нужен не столько учёный, сколько учёный-историк, сколько врач. Понимаете, это некое раздвоение личности. Объясняю. Вот смотрите, Бородинское сражение. У русских до боя было 155 тысяч войск, у французов 135 тысяч. Меньше. Французская армия наступала, имея меньше войск. Русская в оборонительной позиции укреплённой защищалась. Все укрепления были французами взяты. Русские отступили, потом оставили Москву, отступили до Тарутина. И это мы называем победой, абсолютно всерьёз. Более того, мы тратим на это колоссальные деньги. Ну, погодите, потом ведь, так сказать, Москва не стала французской провинцией. А вы знаете, я сейчас выйду из нашей студии на улицу, и у меня такое ощущение, что Москва – провинция Франции, Италии, Китая, Япония. Я вас понимаю. Так что это дискуссионный вопрос. Исторически. А почему это не победа? Потому что французы взяли Москву, это не победа. Ну, мы же сейчас говорим о Бородинском сражении. Да, совершенно верно. И вот те факты, что я писал, они свидетельствуют о том, что это, естественно, поражение русских. То есть, сложно составить две точки зрения на этот вопрос. Потому что все факты свидетельствуют о том, что это поражение. Более того, Коновницын, Раевский, Барклайд и Толи – все писали о том, что это поражение. Никому в голову не пришло сказать, что это победа. Но вот теперь мы это празднуем. Более того, мы празднуем это за колоссальные деньги из кармана налогоплательщиков. Общий бюджет войны, вот юбилея, да, в два с... Празднование. Празднование, да. Почти 2,5 миллиарда рублей. И, естественно, какая-то значительная часть пошла на... Ну, мы не знаем, что дошло, но то, что вышло и пошло, конечно, на Бородинское сражение. Тем более, что реконструкция Бородина, некие театрализованные праздники происходили во многих регионах России, которые война даже не затронула. И здесь очень важный момент. Война 12-го года, она... Там было две параллельных ситуации. С одной стороны, локальная кампания Наполеона. Локальная, потому что от Вильна до Москвы – это, пардон, минимальная территория России. Кроме того, войска Наполеона вытянулись в узкую линию, да, по Старому Смоленскому тракту. Но параллельно с этим происходила настоящая гражданская война, потому что крестьянские восстания охватили 32 губернии. Это гораздо больше. Это действительно война в масштабах страны. И самое важное, что Александр I и дворяне понимали, что это главная опасность. Александр издал указ, чтобы крестьяне сдали оружие и принесли в православные храмы. Всё с помощью, понимаете, вот этого приводного ремня, так сказать, православия. Другое дело, что не все православные священники повели себя должным образом, потому что на оккупированной территории, не в Петербурге при царе Синод, а вот по исследованиям Синода, проведённым в 1813 году, по расследованию, выяснилось, что на оккупированной Наполеонной территории многие православные священники присягнули ему и вставили имя Наполеона в отче наш. Собственно, то же самое они делали и во время 300-летнего ига Ордынского, иначе бы оно столько не продержалось. Потому что ордынцы первые, кто хитро поняли, что надо освободить церковь от всех податей, и тогда она будет служить верно оккупантам. То же самое сделал и Гитлер. Был абсолютно тот же ход. И опять-таки священники служили Гитлеру. Ну, скажем, далеко не все. Да, но на оккупированной территории это очень... То есть, это не носило массового порядка, мы изучали это. Да, но носило массовый порядок на оккупированных территориях. Ну, соглашательный везде. Да, конечно, там, где жил Сталин и там, где жил Александр I, вот там... Давайте с вами опять вернёмся в те времена. Это, конечно, удивительно. Я вот сейчас послушал вас, действительно, так сказать, проиграли. Но потом в пиаровском смысле полностью обернули это как выигрыш. Это, наверное, феномен какой-то? Вы знаете, это не феномен, это несчастье. Потому что надругательство над фактами и здравым смыслом, а это приводит к потере личности, к раздвоению личности. Собственно, что такое, почему Россия слиняла, как сказал Василий Розенов в 1917 году? Ну, была православная тысячелетняя Русь. Ну, почему она слиняла в два, а больше в три дня? Цитата Розенова. Потому что это был колосс... Это что имеется, просто поясните, куда она слиняла? Ну, как слиняла? Был царь, православный монарх, был православие, был один уклад. Вдруг за несколько дней, фактически, или месяцев, всё другое сразу. То есть, это был колосс на глиняных ногах. Вы имеете в виду Октябрьский перебород? Конечно, всё держалось на лжи. То же самое было в 1991 году. Как только людям стали объяснять, что вот видите ли, здесь солгали, здесь солгали, здесь наши машины не ездят, здесь наши идеологи не работают, диски, винил лучше всё-таки с Запада закупать, джинсы и фирма лучше с Запада. Всё же ложь, все собрания были лживыми, да, все лицемерили, приходили, как в фильме «Гараж», и лицемерили. Вот почему трагедия. И сейчас мы фактически в том же самом положении. Когда всё хорошо, опять, ну, вместо, так сказать, партии, а другая партия, вместо кодекса строителей коммунизма, в Библии, всё вроде бы хорошо, но опять колосс, потому что всё держится на лжи. И 12-й год, как приводной ремень идеологии, вы понимаете, вот фактически, ведь Александр I, который начал агрессию против Франции в 1805 году, вот кто уже два раза поработал, простите меня, агрессором. Мы же смотрим на войну 12-го года сквозь призму очков, сквозь призму истории Гитлера и 41-го года. Но кто первый напал на Францию? Сначала Екатерина, Павел I закончил эту ситуацию, потому что он понял, что союз с Францией выгоден. Он мгновенно убит, как вы знаете, православными аристократами на деньги Англии. Несколько лет мира, потом Александр I идёт войной на Францию, разбит под авустралицем, наказан. Наполеон не преследует русских, ему нужен мир. В 1807 году Александр опять идёт войной, более того, созывает народное ополчение. Для чего? Не для защиты Родины, а для интервенции во Францию. И здесь он совершает большую ошибку, потому что он не возвратил ополченцев, крестьян их хозяевам, помещикам. И в 1812 году помещики отдавали в ополчение только калечных и больных крестьян, потому что они понимали, что их опять обманут, их собственности у них отберут. То есть, мы понимаем, что это была война Александра. Почему война Александра? Потому что он патологически хотел занять место Наполеона. Он был воспитан швейцарцем и лагарпом на античных мифах. И он понимал, что вот, есть действительно человек, античный герой, которому поклоняется Европа, в том числе его молодые друзья Александра I. Он это не мог вытерпеть. И поэтому он как бы объединил свои усилия личные, за личные интересы, с интересами Англии. Потому что Франция и Англия, вот были объективные соперники. Не Россия и Франция, никаких геополитических проблем. И первые две антифранцузские коалиции после революции, когда еще Наполеон был никем, не был власти, был нищим лейтенантом, вот там же все началось, они были полностью исчерпаны, потому что Европа была разбита молодыми французскими генералами, и ресурс людской закончился, который Англия покупала для войны с Францией. Но Александр I стал опять продавать уже русских солдат, потому что за каждые 100 тысяч русских солдат, коалиционных против Франции, Англия платила 1 250 000 фунтов серлингов, что для монарха феодального Россия не умела зарабатывать. Монарх не умел зарабатывать, это было очень важно. И здесь совпали интересы личностные и интересы с другой стороны Англии. Ну вот давайте подведем итог. Конечно, действительно непривычно осознавать, как-то воспринимать, что недаром помнит вся Россия. Так недаром за 2,5 миллиарда рублей сейчас из вашего кармана, из нашего кармана. Конечно, недаром. Тогда потеряли огромные выжженные территории, убитые люди. Наполеоновская армия принесла большие потери. Но русская армия, практически не вступая с французами в сражение от Москвы до Вильна обратно, только из-за зимы, морозов и голода потеряла из 130 тысяч, осталось 27. Подождите, опять не понимаю. Мы помним кадры, где обмороженные французы и ваволочат фильм «Гусарская баллада». Совершенно правильно. Что это такое? Это же мороз. Понимаете, вот если вас, Матвей... Нет, так там французы. Перед вашим интервью мы показывали фрагмент. Да, совершенно правильно. Это французы шли. Ну правильно. Так кто обморозился, французы или русские? При 90% небоевых потерь, вот Кутузов вывел из Тарутина 130 тысяч, Вильна 27 тысяч. Ни одного крупного сражения не было за это время. Кутузов вообще не вступал с главными силами, с Наполеоном в стычки, потому что уже аустрейцы Бородино проиграл. То есть мы потеряли так же армию, как и французы. Понимаете, климат и пространство, оно не понимает разницы в кокардах. Оно не щадит национальности, не видит разницы между ними. Таким образом, вы понимаете, действительно, Россия в 2012 году воевала за интересы Александра и Англии. То есть победила, получается, Англия с точки зрения политики и экономики, а с точки зрения военного искусства во всех крупных сражениях победили французы. И мы теперь вот это празднуем. Парадоксально. Ну что ж, спасибо. Я напомню, что о грандиозном празднестве, очень дорогом, как выясняется, 200-летие Бородинского сражения в нашей студии говорил историк Евгений Понасенков.